Вроде бы я буду детей сегодня везти, поэтому собираемся, да, Зайки? Ну, потому что папу на работу что-то сказали, сегодня ему пораньше приехать. Нет, он не раньше. Ну как он не раньше, если он уже на работе? Давайте одеваться, машина уже прогревается. Да, раньше уехал, да? Да. Нет, он не раньше едет на работу. Так, собираемся, дети уже вышли под навес. У нас опять прохладно, поэтому машину прям заранее прогреваю и пробую сегодня снимать на телефон. Не знаю, что с этого получится, но муж мне сказал, попробуй, камера, сказал, ужасная, ему вообще не нравится, поэтому будем пробовать. Сейчас полетят птички. Их тут куча. Так, покупки. Квашная капуста. Вот такие вот по 40 рублей, по 250 грамм получается. Я 4 штучки купила, чтобы был килограмм, сметану и чуть-чуть колбаски конецкой, вернее, ветчины конецкой и сметану. О, мамультика, привет! Так, ну что, самое главное дела с утра, заложить стирку. Все, сейчас будет крутиться. Фонька, я помню, раньше любила смотреть, как машинка стирает. Еще же поставить мясо на суп. Сегодня будет суп с чечевицей. Пока в холодильнике одна жареная рыба. Еще будем сегодня пробовать делать очень вкусный пирог с икрой и сквашенной капустой. В общем, тут у меня сейчас курочка. Буду ее варить. Так, четверть курочки. Думала, что еще одну часть сюда добавить, но все-таки думаю, нет. Не буду. Все варится. Будем готовить суп с чечевицей. Так, вяжем мы сегодня петрушку. Мамуля, укропчик. Почем, мамуль, зелень? 10-12, когда 15? По-разному, да? Ну все, айкинца так же, да? Да, да, да. Шпинат там дороже просят, 20 рублей. Но в очереди не стояло. Да? Да. Кто этот за мальчик такой проснулся только? Я замер. В 9.30 Григорий только проснулся, сынок. Не знаю. У тебя каникулы? Так, тебе чайок делать? Давай сиропа сейчас. Это у нас так тренировка. Ну, пробудился. Да. Кашель. Давай сейчас будем лечиться. Сегодня даже солнышко выглянуло. И это здорово. Ура! Надо фиалки срочно-срочно пересаживать. Особенно вот эту. Но она из одного вот этого вот, этот листик, от которого все началось. И она, по-моему, офигенная, зеленая. Такой куст. Прям просто супер. А вот это вот цветет и цветет. Надо поухаживать за цветами. Они, конечно, давно меня не видали. Сколько? Сколько лет, сколько лет? А вот это вот. Да, мам. А вот это вот купила же даже подставки для этого денежного дерева, потому что оно никак не деревенеет. Оно такое вот слабое и все время падает. Так что не знаю. Мне кажется, оно же должно когда-то задеревенеть. Стать деревом. Надо почитать про него, кстати. Может, что-нибудь надо сделать, чтобы оно стало деревянным. Потому что только внизу вот здесь вот, вот тут вот начинает что-то твердое быть. И так оно все мягкое. А вот эти вот цветочки я пообрезала. И они начинают выпускать вот новые, новые, новые листочки. Но здесь не начинает. А вот тут вот начинает. Так, для начала будем варить компот. Здесь у меня сушеные яблочки, вишня и красная смородина. В общем, в башке Гале мы первый раз попробовали компот, когда именно сухофрукты, в частности яблоки и какие-нибудь ягодки. И получается очень вкусно. Необычно, по крайней мере. Ты это будешь сушеный компот как бы делать? Да. Из сушеных фруктов. Так, одеваемся. Давай сейчас сиропчик. В этот раз у нас вот такой вот сироп. Но на самом деле они каждый раз у нас разные. Ну что, супчик с чечевицей готовим. Здесь уже нарезала картошечку. Слушайте, ну обалденно, конечно. Сижу не в этот раз очень хорошо наточил ножики. Все прекрасно режет. Я даже боюсь себе порезать палец, потому что у нас такая примета. Если наточены ножи, значит я порежу себе палец. Обязательно. Все как всегда. Картошка. Сейчас сюда процежу куриный бульон. И морковка, лучок. И сейчас еще будет красная чечевица, которая быстренько варится. Надо ее сейчас достать. Я всегда сооружаю вот такую вот конструкцию. Это маленькие сетечка. У меня их два штучки. Они именно для процеживания бульона. Либо для снятия шума. Но так как я не снимаю шум, я либо снимаю шум, либо процеживаю. Вот сейчас вот видите, он все-таки с вот этим шумом. И я его процежу быстренько. Так что вот такая вот у меня конструкция. Я всегда, знаете, сразу солю и перчу, чтобы картошка уже варилась в подсоленном бульоне. Вот такой вот обалденно красивый бульончик. Так что будет, я надеюсь, вкусный суп. Красота! Как мне нравится. А вот и вот эта вот королева нашего сегодняшнего дня, чечевица. Я ее покупала в Ашане, потому что в Станице, ну, нигде я не видела у нас чечевицы. Но могу сказать, что в одном месте я ее все-таки увидела достаточно недавно. Это в магазине на пятачке в Мясном. Там есть на развес 98 рублей за килограмм. Но мне кажется, чечевица, да, она достаточно дорогая, но она настолько вкусная. Вот этого пакетика, не знаю, сколько здесь грамм, но мне хватает на 2 супчика. 400 грамм. То есть, я даже не помню, сколько он стоил, но это прям турецкий чечевичный суп здесь написан. Представляете? Не хочет он писаться. А, вот он. Вот. И... В общем, она мне нравится. Что еще хотела сказать, что ее закидываю в конце. То, что закидывала сначала все вместе, с картошкой, с морковкой, с луком, но она очень быстро разваривается. Поэтому я поняла, что ее нужно в конце добавлять. И варится она безумно быстро. Сейчас я смотрю, как раз пока варится суп, культурную навигацию. Это повторение с субботы. То есть, сегодня четверг. Вот в четверг в 11 часов культурная навигация была в Медведовской. Это рядом с нами следующая станица, как ехать в Ейск. Вот, в 11 часов. Только началось. Это вот в Доме культуры. В Медведовском. Медведовской. То есть, получается, в четверг, после субботы, в общем, после 12 числа, на следующей неделе, это какой получается, 13-15, 16 ноября, в 11 часов будет повторять в Старом Ушастовской культурную навигацию. Так, квашеная капуста. Я ее просто отжала. На самом деле она не кислая, очень вкусная, поэтому я думаю, что я ее даже не промывала. Просто отжала отсока, порезала зелень, лук, подсолнечное масло с запахом. Сейчас все это буду перемешивать рукавами, потому что по-другому, ну, капуста никак не перемешивается. А супчик уже, кстати, готов. Ай, как вкусно пахнет. И компот готов. Я его сейчас по чашечкам налью. То есть, у нас будет сколько? Пять человек обедать, пять чашечек, чтобы он остывал. Мясо потом уже каждому в тарелочку положим. Так, все, обед готов. Компот остывает. Мы пошли дальше работать. У нас тут прям дождь с ветром, просто какой-то конец света начинается, если честно, и все это из-за ветрягана. Погода. Тепла уже ждать не приходится. Я, кстати, сегодня купила новую шапку, попозже покажу. Все-таки он пошел. Это дождь. Я там растопила, Гришуль. Ты подкидываешь тогда, хорошо? А кто у нас сегодня? Печка? Ну, может, не я? А может, ты? Что, Зай, ты? Я там подкинула, но ты все равно... Я еще не люблю вообще дрова носить. А подкидывать? Тоже. Потому что все время забываешь, да? Потому что все время, если я забываю, на меня начинают орать. Ну, не прям ругаться на меня. Как-то так? Не знаю. Ну, это уже я испытывал, так что больше я не хочу. Блин, какое небо красивое, там вон тучи заходят. И там тоже. Вот такая красота. Мне вообще нравится такое небо. А там, гляньте, вроде бы тучи, а все-таки какой-то просвет есть. Я сейчас елочку сделаю. Как у елочки. А-а-а-а, здорово. Сверкает фрук. А камера улавливает этот спиннер? Ну, как улавливает. Как ты его видишь, так и камера улавливает. Не, а на некоторых камерах как будто на месте стоят. Не знаю. И, а на самом деле-то, вот, офигенчик, он крутится, но на камере он на месте как бы стоит. Там видно, как будто он на месте стоит. Так, ну что, в общем, рассказываю. Сейчас буду готовить. Блин, забываю, что здесь камера. И, кстати, напишите, лучше видео, не лучше. Стоит ли мне покупать селфи-палку или нет. Или все равно, на что снимаете видео. Фиговое. Надо все-таки брать в кредит новый фотоаппарат. Фотоаппарат. Меня просто это слово кредит еще бесит. Так, в общем, продолжаем разговор по поводу кредита, по поводу камеры. Не хочу об этом говорить, потому что не люблю я кредиты. Мне кажется, что они тянут деньги, но на самом деле это только мне так кажется, потому что это вещь, чем мы пользуемся. В общем, здесь две стороны одной медали, поэтому даже не знаю, что лучше надо брать или лучше собирать. Но по опыту нашей, если бы мы собирали деньги на вот этот наш большой навес, который для машин и делали бы его без кредита, то мы бы до сих пор его делали. Потому что железо, пока мы все бы это делали, железо подскочило в два раза ровно. И работу, соответственно, тоже. Поэтому, в общем, здесь уже, конечно, думать каждому самому и нам тоже думать самим. По поводу камеры хочется, но пока только думаем. Вот. Сейчас готовлю пирог, который нам вчера рассказала бабушка Галя. Ну, вернее, я на это рассказала его с дрожжевым тестом. Начинка такая, жареная квашеная капуста и отдельно жареная квашеная капуста с луком и отдельно жареная икра рыбы. И все это с дрожжевым тестом. То есть, такой рыбный пирог. Но я решила его сделать не с дрожжевым тестом, а, знаете, как это называется? Заливной пирог. То есть, тесто такое жиденькое. Снизу его залил, положил начинку и сверху залил. Я попробую сделать с таким. Посмотрим, что получится. Делаю с одной пачки квашенной капусты. У меня камера не переворачивается в процессе съемки. Вот, это квашенная капуста. Я вам тут, короче говоря, наговорила, что я купила килограмм квашенной капусты, но нет. Сейчас посмотрела, что все-таки одна вот такая вот, одно вот такое вот ведерко, это полкилограмма. Так что получается, что я купила два килограмма. Одну оставлю. Вдруг не понравится такой пирог. Здесь полкилограмма квашенной капусты. хорошо отжатой будет жариться в подогретом масле. И сюда же сейчас порежу лучок. Вот она, пережаренная квашеная капусточка с луком. И она сейчас будет остывать. Пока будет на этой же сковородке, наверное. Не вижу смысла ее муть. Все хорошо выбрали. И буду обжаривать на подсолнечном масле икру. Вот эта вот икра 20-килограммового, как оказалось, толстого лобика. Сейчас я ее выводу на сковородку. Ну, посолю, потопчу, естественно. Так, вот так вот жарится икра. Это вообще экшн. Я ее без муки, без ничего. Просто таким одним большим, огромнейшим туском жарю. А потом буду вилочкой разделывать на маленькие кусочки. И добавляю эту икру, обжаренную, в капусте. И вот такая вот будет начинка для пирога. Ее нам вчера рассказала бабушка Гада. Так что будем сегодня пробовать. Но я думаю, что достаточно. В любом случае пирог еще будет печься. Театр сегодня был, расскажи. Сегодня был театр, да? Я, что этот волшебник хотел, чтобы мы все болели бактерии. И это и потом он с ним не так по голове. Да ты че? А я-то думал, е-мое, это как люди болеют, а они болеют. Это волшебники виноваты. Это волшебники виноваты. А теперь делаем тесто для заливного пирога. Здесь у меня три яйца утиных, но они маленького размера. Ну, в общем, естественно, надо брать куриные, но у нас есть утиные для теста, они самое то. Три яйца взбиваю вилкой с солью, с перцем. Сейчас сюда добавлю еще стакан, а, полстакана сметаны, полстакана майонеза и стакан муки. В общем, приступаем. Полстакана майонеза. Я прям стакан его наложила и отмерила. Сейчас опять все хорошо перемешаю. Голова не соленая? У меня с головой не все в порядке. В общем, Сержуня объедает голову. Антоха, пирожки и квашеную капусту. Все ждут пирог с капустой. Вот так вот взбиваем. С капустой? Будет сейчас пирог с капустой. Попробуем, по крайней мере, что-то должно получиться. Что-то с капустой, а пирог это или что, не знаю. Сюда уже добавила и сметану тоже, так же точно со стакана. С одного и того же. Так, еще думаю, что нужно немножечко подсолить. И можно уже добавлять в муку один стакан муки. Возьму точно такой же. Вот так вот. Чуть не забыла, что нужно же еще разрыхлитель, либо соду погасить. Так что я добавлю разрыхлитель. Тесто готово. Сейчас буду смешивать начинку. Это уже остывшую икру и остывшую капусту. Так, ну что, начинка готова. Я все прям руками разминала, потому что из икра из толстолобика, из такого огромного вилки вообще не поддавалось. И тесто готово. Сейчас вот в этой форме, которая, не знаю, какого размера, но это половина икеевской стеклянной формы. Она я ее даже ничем не буду смазывать, потому что здесь в составе майонез. Я думаю, что ничего не должно прилипнуть. Надеюсь, но посмотрим. В общем, выкладываем первый слой, половина теста, начинка и вторая половина теста. Вот такая красота получилась. Отправляется в духовку. Я поставила на 200 градусов, но времени не знаю. Ну, насчет красоты ты, конечно, за... это как-то похоже такое... Опа, это еда. А, это еда. Это наш будущий пирог. Посмотрим. Ой, какая ты молодец, хозяюшка! Хозяюшка! Честно, на миссии. Я же забыл, что хвалить надо. Только хвалить. Вот такой пирог получился. Ждем, пока остынет. Повода, кстати, прилипания я не знаю, но я-то его так проверила, забать шесточкой. Сейчас он подостынет, да нет, вы знаете, он даже отходит. В общем, сейчас он подостынет, и тогда будет понятно, какой он вкусный, невкусный, и что с ним дальше делать, и как вообще подходит. Не подходит, он для нашего, для нашей семьи понравится, он не понравится. В общем, ждем. Он, кстати, в духовке был 180 градусов, а, 200 градусов, 200 я ставила, и сколько же он минут? Ну, полчаса точно был, даже, по-моему, 35 минут. Начинала с 25 минут, и потом добавляла по 5 минут два раза. 35 минут, да. До того, чтобы он запекся и стал таким вот румяшком. Вверх-вниз включаю, в электродуховке 200 градусов, 35 минут. Так, я приготовила тесто. Вот два кусочка получается из этого количества, в общем, по моему любимому рецепту, я бы так сказала. И хранится оно в холодильнике вот в таком вот плоском виде, не шариком, потому что этот шарик замерзает, то есть сливочное масло в тесте замерзает, и для того, чтобы им работать, его очень сложно, то есть холодное сливочное масло же очень сложно раскатывать. Точно так же и тесто. А вот в таком вот плоском состоянии оно быстрее становится более податливым, но при этом не размягчается до совсем вот такого вот состояния, когда не держит форму. Так что тесто свежее должно полежать как минимум ночь. Так, ну что, мы подстригаемся? Два мальчика уже подстриглись, остался еще один. Да? Антон Сергеевич, ты начинаешь баловаться? Балуешься, балуешься. Что там у тебя? Так, 9 часов, я уже всех подстригла, всех помыла, хотела же показать пирог, что все-таки дно прилипло к форме, но оно прилипло не потому, что пирог прилипает, то есть мне кажется, конечно, надо было пергамент там выстелить, но... Одевай, одевай, но это... В общем, пирог с привкусом рыбы. Гриша сначала начал его есть, но потом сказал, что нет, я хотел сладкий пирог, но мне он очень понравился. Так что вот такой вот пирог можно печь, только форму застилайте пергаментом или в разъемной форме пкитии, даже можно ее ничем не смазывать, то есть края-то, бортики-то прекрасные, отошли от дно, я потом положила тарелку, перевернула туда форму и просто дно за счет тяжести пирога осталось в форме и я просто его присобачила. В общем, положила сверху, но мне очень понравилось. Вот этот мальчик, который хотел побаловаться, да? А, расскажи. А, руками. Ду-ду-ду-ду-ду. Как? Дуками. Не понимаю. Дуками. Как хотел. Ты расскажи, ты подстригся? И на кого ты теперь похож? Кого? 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 Как на папу. Как на папу? А расскажи, кто в тебя влюбится? Мама. Ну иди, расскажи. Ой. Кто в тебя влюбится, расскажи. Мама. Нет, я ему говорю, надо же, чтобы в тебя девочки влюбились. А он что говорит мне? А кто должен в тебя влюбиться? Анатолий. Не знаешь? Моя Лена. Моя Андреевна? Нет. А кто? Анатолий. Анатолий. А Анатолий. Нет. А кто ж тогда? А Анатолий. А какие там девочки в садике? Хорошие? Хорошие. А я люблю гамбургеры. А этот гамбургер? А мама, я люблю гамбургеры. Гамбурген ты мой, гамбурген. А этот маленький мальчик играет в игрушку. Как полезно прятать игрушки в шкаф, да, сынок? А потом Афоня увидел ее и начал кричать. Дайте мне эту игрушку. А я читаю Гоголя. Это книжка еще купленная весной, наверное. Да, это мой. Пол книжки я прочла. Мне, кстати, Гоголь очень нравится. Сейчас Вия. Это Гива. Гива. Это Вий. Мама будет читать Вий. Гит Вий. Это Вий. Мама, это горка Ту-Ту. Горка Ту-Ту? Да. Папа. Где мама, покажи. О, мама. Папа. Ага. Это мама. Где мама? О, мама. Мама. А вот это мама? А почему это папа? А это, а ну-ка, папа? Ага. А почему это папа? Маму хватит пива пить. Хватит пива пить? Надо пива пить. Надо пива пить? Да. Кому? Маму. Маме, а папе? Да. Тоже надо. Надо. Тоже надо? Да. А папа же не любит. А папа любит. Не, наш не любит. Как любит папа? Да не люби. Да. Не. Да. А пиво оно какое? Би. Би. А ты какой? А маме можно пиво. А маме можно пиво? А папе можно пиво. И папе можно? Да. А где ты? Ага. Поехал. Ты поехал? А дома пьехал. Нет, Тафаня мне рассказывал, что папа это папа, потому что он большой. Ну, то есть это же 10 кубиков больше. А мама, это баба. А что это такое за игра, сынок? Паровозики? Да, ты, ты, ты. Пал. А где я пиво? Что там у нас в садике, расскажи? Театр был, да? Да. Ага, был там волк. Волк? Да. Хороший? Не, волк. Злой? Плохой? Да. А ты смотрел на него? А ты его боялся? Да. Нет. Не боялся? Да. Кто волк? Страшный волк. Кто страшный волк? Да. Страшный волк. На, опа, волк. А это, сыночек. А кто был там добрый? Там добрый. Был кто-то? Тетя была добрая? Да. Она всех победила, плохих? Да. Да? Там она забыл волк, тиков. Апала тика. Кто? Апала тика. Апала тика. Не знаю, кто это. А птичка упала, да? Да. Ага, понятно.